Когда речь идёт о неразгаданных тайнах, нет более мрачной, чем это. Кровавый мир древних ацтеков. Люди ели людей прямо здесь. Их называли одной из самых жестоких цивилизаций в истории человечества. Здесь везде кровь. Известно, что они приносили массовые человеческие жертвоприношения. Но правда ли это? Меня зовут Брит Итан. Я исследователь, многие годы проводивший раскопки на Диком Западе. А теперь я приехал в Мексику проверять истинность кровавой репутации ацтеков. Заслужена ли она? Или это фальшивка? Я всегда хотел это сделать перед смертью. Вот что я намерен узнать. Тайны древних цивилизаций. Мехико. Здесь живёт больше людей, чем в любом другом городе западного полушария. Основанный испанцами в 1521 году, он стал финансовым и культурным центром всего региона. Здесь, в Мексике, история повсюду. Но здания вокруг меня относительно новые по сравнению с теми, что они заменили. 500 лет назад здесь был мегаполис, столица ацтеков Теначтитлан. Я чувствую, как прошлое сочится у меня под ногами. Подтверждение древности этой цивилизации можно увидеть здесь, прямо в центре мексиканского флага. Орёл, сидящий на кактусе и пожирающий змею. Древние ацтеки увидели его на месте, где они построили свою столицу. Ацтеки говорят, что Орёл сидел вот здесь. И здесь они начали строить величайший город до Колумбова западного мира. На пике развития в 15 веке этот город был центром Великой Империи. Империи, охватывающей территорию почти равную современной Британии. Теначтитлан был городом с каменными зданиями, каналами, мощёными дорогами и высокими каменными храмами. Он стоял на острове посреди озера. Столица с окружившими её городами и храмами была выдающимся достижением. Но за всеми достижениями ацтеков была очень тёмная сторона. В 16 веке испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом высадились в Мексике. Они называли этот мир жестоким и кровавым. Здесь вырывали сердца, а кровь бежала по ступеням храмов. Было ли это правдой или пропагандой, оправдывавшей испанцам то, что они сделали с ацтеками? Чтобы это понять, я должен изучить историю. Зимой 1519 года Эрнан Кортес и 500 испанских конкистадоров с пушками и более чем дюжиной лошадей отплыли с Кубы в Мексику. Незадолго до этого они узнали о несметных богатствах народа под названием ацтеки. И конкистадоры направились на запад. По пути они записывали всё, что видели, как бы фотографируя древнюю цивилизацию, обречённую на уничтожение. Сегодня основные наши представления об ацтеках исходят из этих рукописей и рисунков, запечатлевших их сказочное богатство, а также их жестокость и кровожадность. Эти детальные рисунки показывают их кровавые церемонии. По словам испанцев, они происходили с ужасающей регулярностью, включая отвратительный четырёхдневный праздник. Тогда, по словам испанцев, ацтеки принесли в жертву более 80 тысяч человек. Но можно ли верить испанцам, вознамерившимся уничтожить эту цивилизацию? На этот вопрос уже не будет ответа. Но я хочу докопаться до самой сути тайны. Сеньор, храм Санта Сесилия, пор фавор. Я еду на северо-запад города. В 13 километрах отсюда находится храм Санта Сесилия Акатитлан, один из дюжины сохранившихся ацтекских храмов, когда-то стоявших здесь повсюду. Храм был построен для совершения шокирующих ритуалов, человеческих жертвоприношений. Это мой первый ацтекский храм, и он впечатляет. Его высота около 30 метров. Здесь большой алтарь для жертвоприношений. Мало кто оспаривал легенды, написанные испанскими захватчиками. Легенды о мире жестоких ацтеков, жертвоприношениях и кровопусканиях. Но в последние десятилетия археологи проводили раскопки в попытке больше узнать о настоящем мире ацтеков. Один из них изучает их 40 лет. Это доктор Рос Хасик. Рос, рад познакомиться. Спасибо, что пришли. Это мой первый ацтекский храм. Расскажите мне о нем. Это двойная пирамида. Эта сторона посвящена его покровителю, богу Уитсела Почтли. Рос говорит, что храмы часто строили парами. Один — главному ацтекскому богу, а второй — более мелкому местному богу. Но как быть с ритуалами, проводившимися в этих храмах? Вот что я хочу знать. Они могли быть и простыми, типа подношений еды и питья богам, и такими, когда вырезали свою плоть и предлагали им свою кровь, вплоть до человеческих жертвоприношений. И человеческие жертвоприношения? Да, человеческие жертвоприношения и пролитая кровь. Вот что меня интересует. Рос говорит, что первая остановка будет на вершине пирамиды. Там есть нечто зловещее, что он хочет мне показать. Что здесь за камень? Это жертвенный камень. На нем совершались человеческие жертвоприношения. Прямо на этом камне? Прямо на нем, перед храмом. Как они их делали? Я вам покажу. Не уверен, что мне нравится этот звук. Мне очень некомфортно. Грудь. Это ненадолго. Ваша грудь поднята и открыта. Я могу пройти через ребра и диафрагму в грудную полость, взять ваше сердце и вырвать его. Но это еще не самое плохое. Я возьму сердце, положу его в Чак-Мо-Оль и сожгу для богов. К счастью, Рос сказал, что меня убьют только по очень важному поводу. Некоторые думают, что ацтеки совершали человеческие жертвоприношения ради крови, что им была нужна кровь, чтобы показалось солнце, и мир бы продолжил существовать. Я начинаю понимать. Мир ацтеков крутился вокруг крови. Она кормила богов, а боги, как они верили, посылали дождь, солнце и злаки, помогавшие им выжить. Короче, кровь была топливом для всего их мира. Увлекательная концепция. Но не дающая ответа на вопрос, сколько людей было принесено здесь в жертву. Ацтеки Мексики считаются одной из самых кровожадных цивилизаций в истории. Они совершали массовые человеческие жертвоприношения. Заслуживают ли они славы крайне жестоких людей, или это лишь плод пропаганды испанских конкистадоров? Чтобы найти ответ, нужно узнать еще очень многое. К счастью, ацтекские храмы сохранились во всей этой части Мексики. Я направляюсь в Зульте-Пек, в часе езды от Мехико. Зульте-Пек был ацтекским храмовым комплексом и местом кровавой битвы между испанцами и ацтеками. Битвы, в которой погибло много людей. К счастью для меня, это значит, что археологи перевернули руины этого города вверх дном. Привет, Элизабет. Как поживаете, Брит? Доктор Элизабет Бакедана – специалист по ацтекам, изучающий их похоронные обряды. Здесь, в Зульте-Пеке, произошло много плохого. Здесь в 1520 году произошла очень важная битва между ацтеками и испанцами. Для ацтеков 1520 год был ужасным годом. Они воевали с испанскими конкистадорами. Ацтеки были жестокими, но у испанцев были ружья. Элизабет рассказывает мне, сколько испанцев было принесено здесь в жертву. В доказательство она показывает мне пригорошню человеческих костей. Археологи раскопали останки как испанцев, здесь есть черепа европейского типа, так и ацтеков. Потом она рассказала, что прямо здесь ацтеки возвели устрашающий монумент – раку с черепами, принесенных в жертву испанцев. Можно вообразить, как черепа громоздились один на другом в этой раке. После жертвоприношения их выставляли на показ. Показ забитых испанских воинов. Ясно, что у конкистадоров не все было хорошо. Потом Элизабет показала мне следующую мерзость. Это бедренная кость, сваренная, чтобы удалить мясо. Каннибализм? Люди ели людей прямо здесь? Да, мясо ели в ритуальных целях. Это было общение между пленившим и пленником. Для испанцев, даже для конкистадоров, привычных к жестокости на поле боя, способы ведения войны ацтеками стали шоком. Потом Элизабет показала мне то, что, несомненно, разъярило испанцев и пополнило их счет к цивилизации ацтеков. Как видите, это мать и ребенок. Интересно, что в Мезоамерике матери и детей не хоронили вместе. Так что совершенно очевидно, что мы смотрим на европейцев. Молодая женщина и девочка, возможно, даже еще не подросток. Хуже того, Элизабет говорит, что эти два скелета могут быть только началом. Мы явно находимся на церемониальной площади. И если оглянуться на поросшие травы места, очень возможно, что здесь когда-нибудь найдут множество захоронений. Трупы могут быть повсюду. Это место говорит мне многое. Ацтеки не только приносили в жертву людей, но и поедали их в ритуальных целях. Некоторыми из жертв были испанские конкистадоры, их жены и дети. Это сразу же вызывает в памяти то, что испанцы писали об ацтеках и их кровожадности. Кроме того, это говорит в пользу свидетельства испанцев о том, что ацтеки принесли в жертву 80 тысяч человек всего за 4 дня. Я Брит Иттан, и я приехал в Мексику, чтобы раскрыть одну из самых долгоживущих тайн цивилизации ацтеков. Могли ли ацтеки, прославившиеся своими кровавыми ритуалами и человеческими жертвоприношениями, убить больше 80 тысяч человек в ходе 4-дневной церемонии? В 16 веке испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом высадились в Мексике. Мир, описанный ими, был жестоким. Сердца вырывались, кровь стекала по ступеням храмов. Это правда или испанская пропаганда? Единственный способ ответить на эти вопросы — залезть в мозги этих древних людей. Я иду в знаменитый в Мексике Национальный музей антропологии на встречу со специалистом по ацтекам Росом Хасигом. Он говорит, что в музее хранится скульптура, которая может дать зацепки для открытия интересующей меня тайны. Она похожа на календарь, Рос. Это не календарь, но здесь есть элементы календаря. Вы видите кольцо. Во всех квадратах есть символы или глифы. Диаметр этого каменного монолита свыше 4 метров, а вес — 24 тонны. Его вырезали в 15 веке, но он лежал под городской площадью Мехико, пока рабочие не откопали его в 1790 году. Этот камень дает представление о том, как ацтеки видели мир, как вечный цикл созидания и разрушения. А кто это такой зловещий в центре? Для меня это очень важно. Это бог Тлальтикутли, владыка Земли, и он повелевает землетрясениями. То есть они предсказывают, что наш мир будет разрушен землетрясением. Они показывают, что есть 4 предыдущих мира, сотворенных и разрушенных. В правом верхнем углу изображен ягуар и дата, когда мир был уничтожен гигантскими ягуарами. Согласно мифологии ацтеков, мир и все, что в нем, находился под постоянной угрозой. Огонь и вода. Он уничтожен наводнением. К счастью, несмотря на свои страхи, ацтеки нашли решение. Все эти жертвоприношения и кровь были нужны для сохранения мира. Здесь я понял, что отношение между кровью, человеческими жертвоприношениями и угождением богам служит ключом для понимания ацтеков. Рос говорит, что в нескольких кварталах от музея есть место, где кровавые жертвоприношения совершались регулярно. Там был церемониальный центр столицы ацтеков, пока несколько лет назад он не оказался погребен под современным Мехико. Город, что мы видим сейчас, построен поверх разрушенной столицы ацтеков Теначтетлана. Он был мегаполисом с большими каменными зданиями, проточной водой, красивыми садами и, по сообщениям испанцев, безупречно чистыми улицами. В 1978 году рабочие, выкапывавшие здесь кабель, нашли изумительную скульптуру. Потом они раскопали величайший храм цивилизации ацтеков — Темпло-майор. Темпло-майор, большой храм, или, как его называли ацтеки, Хью-Тео-Калли, был огромным. Построенный примерно в 1325 году, этот комплекс был религиозным и культурным центром ацтеков и простирался на десятки кварталов. Но когда пришли испанцы, они увидели в храме средоточие зла и разрушили его почти до основания. Сегодня от него остался только фундамент. Рос, здесь колоссальное количество руин. Здесь должен был стоять великолепный храм. Он таким и был, но вы видите лишь часть целого. Население Теначтетлана превышало 200 тысяч. Он был крупнейшим городом Нового Света и больше любого города в Европе. Здесь жили 200 тысяч человек? 200 тысяч. Я спросил Роса о его предназначении. Здесь были школа для элиты, казармы для воинов, храмы, множество других богов. Но в основном он был политическим и религиозным центром. Здесь проводились мероприятия, важные для всего города. Его главной особенностью была пирамида, возвышавшаяся на 70 метров, на высоту почти 20 этажей. Двойная лестница вела к двум святилищам наверху. Она была архитектурным и инженерным шедевром. Но этот храм был пропитан кровью. Здесь были убиты сотни, а может быть и тысячи людей. Что это здесь? Невероятно! Сколько черепов! Да, это основание раки с черепами. Первоначально, когда оно заполнялось после жертвоприношения, устанавливались ряды вертикальных с горизонтальными поперечинами, и на них рядами насаживались проколотые головы жертв. Но, как указывает Рос, этот жуткий монумент возвели не только для ублажения богов. Он сам по себе был символом власти. Целью было навести страх на покоренные ими города. Когда ацтеки завоевывали город, они не оставляли в нем гарнизон или полицейские силы. Город держало то, что его правитель знал, если что, ацтеки вернутся. Так что ацтеки использовали раку для донесения послания о своей мощи. Они это сделали и сделают снова, если вы не будете платить налоги. А я считал свирепыми наши налоговые службы. Пара черепов ваших друзей на палках дает хорошо понять, что срок уплаты налогов близится. Осмотр храма Темпла-майор убедил меня, что с кровавыми жертвоприношениями ацтеков не все так просто. Ясно, что они феноменальные инженеры, способные строить великолепные храмы. Но для постройки таких огромных зданий требуется рабочая сила. Ясно, что цивилизация ацтеков не достигла бы таких высот только на крови, приносимых в жертву людей. Как они кормили сотни тысяч человек? Поиски ответов на вопросы о достижениях и жестокостях ацтекской империи привели меня сюда, в сады Сочимилка, на юге Мехико. Название переводится как «место, где растут цветы». Но в основном на этих островах выращивают злаки. Здешние поля возделывались еще во времена ацтеков. Они рукотворные и свидетельствуют о силе ацтекской инженерии. Привет, Марио! Привет, Брит! Как дела? Рад вас видеть. Добро пожаловать в Сочимилка. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Меня встретил ландшафтный архитектор Марио Шетнан. Здесь очень спокойно и красиво. Сегодня это место кажется идиллическим, но когда испанцы увидели достижения ацтеков, они восприняли их как угрозу. Сегодня Марио восхищен тем, что создали ацтеки, так называемые Чинампы. Чинампа означает искусственный остров. Искусственный остров — искусственный ландшафт, созданный людьми. Чтобы понять ацтеков, по словам Марио, я должен понять, как началась их цивилизация. Их столица, теначчетлан, была построена на острове посреди мелкого озера. Город рос, и озеро засыпалось. Чтобы прокормить население растущей империи, ацтеки начали засыпать новые части озера, создав сеть островов и каналов, способствовавших выращиванию злаков. Чинампы создавались из ила, вычерпывавшегося со дна озера, что делало почву очень плодородной. Но даже таким плодородным полям нужно было много солнечного света и дождевой воды. В понимании ацтеков для этого требовалось умилостивить богов и, конечно, снабжать их кровью. Можно приблизиться к чинампам и посмотреть, как они функционируют? Да, едем туда, конечно. на палубе. Это и есть чинампа. Отличный образец чинампы. И давно они здесь? Они здесь с 10 века, тысячу лет. Такая богатая почва означает отличный урожай не только сегодня, но и во времена ацтеков. Я с трудом верю, что это сделали люди. Я вижу здесь лес и огромный массив земли, и все это раньше было озером. Сегодня озеро стало плодородной землей, где кроваво-красный редис — единственное напоминание о кровавой цивилизации, создавшей эти чинампы. Я спросил Марио, что здесь выращивают. Оказывается, они едят почти то же, что и мы. Из лаков зерно, томаты, перец, бобы и тыквы. Чинампы типа этой заняли место озера. Здешняя земля раньше была водой. Они были настоящим источником могущества ацтеков, правда? Да, и цикл выращивания зерна, маиса, бобов и тыкв создал идеальный цикл питания, кормивший две-три сотни тысяч жителей Теночтитлана. Я начинаю сводить все сказанное воедино. Ацтекские крестьяне кормили огромную империю. Империю, построенную на контроле. Контроле над природой, контроле над подданными, контроле над покоренными народами. А что может быть лучше контроля в форме человеческих жертвоприношений? И все же, жертвоприношение 80 тысяч человек за четыре дня кажется невероятным. Я бритытан, и я в Мексике, на древней родине ацтеков. Изумительные цивилизации, контролировавшие территорию по площади чуть меньше Британии. Их столица, Теначтетлан, находилась вот здесь и в пору расцвета была крупнейшим городом на земле. Но, несмотря на все успехи, когда испанцы прибыли сюда в 16 веке, они утверждали, что этот продвинутый народ был беспрецедентно жестоким. По словам испанских конкистадоров, ацтеки совершали массовые жертвоприношения людей. В одном отчете сказано, что 80 тысяч человек были убиты только в одной четырехдневной церемонии. Мне это кажется невероятным. А если это правда? Для ответа на этот вопрос я должен узнать больше. Могли ли ацтеки захватить и держать в плену 80 тысяч человек? Для этого нужна отличная военная выучка. К счастью, я встречусь с тем, кто много лет изучал военное искусство ацтеков. Он так долго его изучал, что получил прозвище в честь их самого опасного оружия. Привет, как поживаете? Я Атлатль Боб. Я Брит. Я вижу, вы с оружием. Да, с оружием ацтеков. Хотите научиться им пользоваться? Еще бы. Ладно, приступим. Если идет речь о примитивном оружии, то Боб Перкинс написал о нем книгу. Он многие годы испытывал точные копии первых орудий убийства людей. Так, Брит. Да, что надо делать? Это Атлатль. Это ацтекское слово. Оружие появилось за много тысяч лет до лука и стрел. Очень легкое. У Атлатля две части. Длинная стрела и пусковое устройство. Смертоносное сочетание, придающее Атлатлю мощь. А это, многие говорят копье, но они не правы. Это скорее увеличенная стрела. на стероиды. Боб говорит, что в культурах всего мира есть оружие, похожее на Атлатль. Но вариант Ацтеков особенно гибкий и опасный. Когда вы прикладываете сюда силу, он сгибается и накапливает энергию пружины. Сейчас он похож на лук. Правильно, лук и стрела одновременно. Атлатль-Боб разрешает мне испытать один из них. Его нужно держать вот так. Зажмите здесь, а указательным и большим пальцами держите стрелу. Но только не мёртвой хваткой, а так, чтобы её можно было оттянуть сюда. А когда будете бросать, отпустите стрелу. Понял. И бросайте. Ясно? Боб делает всё легко. Всё же за 30 лет он кое-чему научился. Нужно перенести весь вес на правую ступню, а левую отвести немного в сторону. Для наглядности Боб даже надел двухцветные ботинки. Чёрный на ноге спереди и белый на ноге сзади. Когда будете бросать, шагните вперёд и бросайте, используя инерцию. Мне будет нелегко, но думаю, я справлюсь. Посмотрим, как вы будете ацтекским воином, кузнечик. Ладно, Кимасабе, приступим. Отлично. Я тут же разбудил в себе внутреннего ацтека. Убей его. Совсем рядом. Вот блин. Боб, совсем рядом. После нескольких попыток стало ясно, это смертоносное оружие. Отличный бросок. Кажется, что они летят мимо, но раскачиваясь, они обретают движущую силу и попадают прямо в цель. Есть! Бог мой! Потрясающе. Невероятно, какие они точные. Но как их использовали в бою? По аналогии с артиллерией. Сначала была армия гладиаторов, выстроившихся в линию, а за ними была пехота, рубившая противника мечами. Боб говорит, что задача была не столько убивать воинов противника, иногда их нужно было напугать и ошеломить. Все потому, что ацтекам нужно было взять их живыми для человеческих жертвоприношений. И Атлатль был не единственным оружием в их арсенале. Боб, что мы будем делать? Похоже на весло или что-то вроде него? Да, похоже на весло, но это стандартное оружие их пехоты. Это макауитль. Макауитль — их вариант меча. Обсидиановое лезвие крепится в канавке. Осторожно, он очень-очень острый. Как бритва. Обсидиан — вулканическая порода, имеющая больше общего со стеклом, чем с камнем. У куска обсидиана очень острые края. Такие острые, что даже сегодня у некоторых хирургических скальпелей обсидиановые лезвия. Здесь чего-то не хватает. Да, здесь есть желобок, и вы поможете мне вставить в него лезвие. Хотел бы увидеть, как это делается. Ацтекам пришлось изобретать все с нуля. Даже приспособление для насаживания обсидианового лезвия на деревянную рукоятку. Оно похоже на клей. Это вещество, которым пользовались ацтеки. Какие у него ингредиенты? Похоже на кровь. Это кровь. Кажется, ацтеки любили все связанное с кровью. Насаживать лезвие? Давайте. Что сюда еще кладется? Древесный сок и немного навоза для большей вязкости. Дерьмо. Сок. Немного дерьма. И кровь. Дерьмо, сок и кровь. Типа того. Вы неплохо справляетесь. Настоящий профи. Говорят, что макуитль может отрубить голову лошади. У нас нет лошади, но есть кое-что другое. Идеальный способ испытать макуитль в деле. Не терпится начать рубить эту штуку, Боб. Да. Ну, готовы? Всегда готов. Бог мой. Огромный кусок мяса. Только представьте, что макуитль мог сделать с человеком. Даже не хочу думать. Таким оружием можно напугать кучу воинов противника. До такой степени, что они могут сдаться без боя. Не верится, насколько он мощный. Первым ударом я чуть не разрубил кусок надвое. Потрясающе. И последний удар. Есть! 20 долларов. Отлично. Макуитль мощный, как молот и острый, как лезвие бритвы. Он должен был наводить ужас на врагов-ацтеков. Я слегка вымопался. Ну, как вам оружие? Здесь везде кровь. Но участь сдавшихся воинов противника была не лучше, чем смерть на поле боя. По верованиям ацтеков, кровь в воина особенно угодно богам. Смерть на поле боя тоже угодно богам, но им нужны были люди для жертвенного алтаря. Боб говорит, что ацтеки воевали по разным причинам. Иногда, чтобы победить противника. Иногда ради крови. Войны ради крови назывались цветочными. Цветочные войны велись специально, чтобы захватить пленников для жертвенного алтаря. Они велись не ради агрессии, а единственно для захвата военнопленных. Война только для захвата людей, приносимых в жертву, звучит невероятно. Могли ли они захватить тысячи пленников? Могло ли быть так, как рассказывали испанцы? Я понял, что ацтеки использовали Атлатль и Макуитль для войны с целыми армиями противника. Но если они захватили 80 тысяч человек для жертвоприношения, как они контролировали такую толпу? Похоже, у ацтеков было еще что-нибудь. Испанцы рассказывали о таинственной чаши с сильнодействующим зельем. В начале 16 века, когда испанцы прибыли в Новый Свет, они меньше всего ожидали найти богатую, мощную и развитую цивилизацию. По мере их продвижения в города ацтеков испанцы описывали их культуру кровавых ритуалов, массовых человеческих жертвоприношений. Но говорили ли они правду? В последние годы археологи нашли гору свидетельств, подтверждающих, что человеческие жертвоприношения совершались вот здесь. испанцы были шокированы жестокостью ацтеков и даже описали убийство 80 тысяч пленников в ходе одной четырехдневной церемонии. Но была ли она на самом деле? Чтобы это узнать, я пришел на знаменитый центральный крестьянский рынок в Мехико. Со мной этноботаник доктор Роберт Бай. Он уверен в правдивости свидетельств испанцев и говорит, что знает, как ацтеки держали 80 тысяч человек под контролем наркотиками. Здесь на рынке много разных видов трав, семян, корней и так далее. Роберт говорит, что ацтеки отлично знали, что многие растения Центральной Америки обладают лечебными свойствами. Здесь есть разные травы, избавляющие от болей в желудке. Часть использовалась в декоративных целях. Ацтеки поняли, что среди них есть сильные галлюциногены. Нет, не трогайте, это индейский дурман. Вот это? Ацтеки использовали индейский дурман как болеутоляющие, но в небольших дозах. Большая доза могла вызвать галлюцинации, неспособность отделять реальность от фантазии. Он замедляет нервные реакции. В таком случае голова соображает, но вы теряете ориентацию, ваше тело не движется. Психотропные наркотики типа индейского дурмана идеально подходили для подготовки пленных к жертвоприношениям. Поднимаясь на пирамиды, они не владели собой, утрачивали волю. Невероятно. Но как дать индейский дурман 80 тысячам человек? У Роберта есть легкий ответ на этот вопрос. Ацтеки пили напиток, известный каждому местному индейцу. Для проверки его теории мы едем на ферму в поселке Ахакуба, примерно в часе езды от Мехико. Роберт говорит, что странное зелье, описанное испанцами, называется пульки. Оно делается из местного растения под названием магей. Смотрите, оно как из космоса, похоже на артишок с другой планеты. Магей иногда называют мексиканским чудо-растением. Он идет на постройку домов, шитье одежды, веревки. Его даже едят. Я вижу под ним лужицу. Что это? Это пульки там внизу. Это называется агуамиль, сладкая жидкость, вытекающая из растения, смесь воды и сахаров. Из нее и делаются пульки. Как на вкус? Как сладкая вода. Чтобы собрать сок, нужно срезать широкие листья у основания и дать жидкости стечь через отверстие. Покажите, как это делается. Сначала вставьте ее в воду. Роберт добывает агуамиль, как тысячи лет назад, с помощью бутыли из тыквы. После того, как агуамиль попала в бутыль, ее переливают в чашку. А что потом? Потом ее перевозят на осле. Следующий шаг – дать агуамиль перебродить в бочках. Процесс длится почти две недели. К счастью, Роберт знает, место рядом с центром поселка, где пульки можно выпить уже сейчас. Оно называется пулькирия. Про знакомство, брит. Здесь очень красиво. Во времена отстека в пульке считался священным напитком. Его пили представители элиты. Что до крепости, то она редко бывает больше шести градусов, а на вкус он довольно кислый. В этом пульке есть плоды гуавы. Это пульки карада, то есть плоды придают ему особый аромат. Сказать тост по-мексикански? Очень вкусно. Отлично. Немного пульки на дорожку. Он начинает мне нравиться. На вкус пульки кажется крепким, но он и близко не такой крепкий, чтобы одурманить 80 тысяч пленников. Но что если ацтеки подсыпали в пульки психотропный наркотик типа индейского дурмана? Могло ли такое сочетание изменить восприятие тысяч жертв? Я скажу да. Несколько часов поглощения этой смеси под палящим солнцем и я одурел. Я еду на осле и у меня с собой пульки. Я уехал, пока меня не поймали. Не хочу, чтобы они выпили мой пульки. Я еду в пулькирию обедать, амигос. сегодня мой последний день в Мексике. Я чувствую, что близок к разгадке тайны, ставившей в тупик всех, кто изучал ацтеков. Был ли этот древний народ таким жестоким и кровожадным, как уверяют нас испанцы? Испанцы называли культуру ацтеков кровавой. Конкистадоры утверждали, что ацтеки приносили огромное количество людей в жертву своим богам. Я знаю об их ритуалах, но мне нужно твердое доказательство того, что испанцы говорили правду. Испанцы утверждают, что только за один кровавый четырехдневный праздник ацтеки убили свыше 80 тысяч пленников. При этом они вырывали у них сердца. Это одно жертвоприношение за две минуты, круглые сутки. Несмотря на все, что я здесь видел, этому почти невозможно поверить. Я должен проверить последний элемент этого мифа. Я брожу по одному из знаменитых рынков под открытым небом, разбросанных по всему Мехико. Здесь есть тот, кто может мне помочь. Согласно испанским хроникам, ацтеки принесли в жертву 80 тысяч 400 человек в ходе одного четырехдневного праздника. Как такое возможно? Я пришел к знаменитому в Мехико мяснику по имени Изадора. Он поможет мне понять, как все было. Мой план прост. Вычислить, за какое время можно сделать операцию на открытом сердце. В стиле Брита. Итак, как быстро можно вырвать сердце у этой свиньи. Мы сделаем первый надрез здесь, у грудной клетки. вот здесь. Отлично, я сейчас начну. Сюда. Я режу грудную клетку. Ацтекам приходилось резать каменными лезвиями, а у меня современный стальной нож. Нелегкая работа, вот что я скажу. я пилю кость или что-то вроде нее. Боже мой, тяжелая работа, я уже миновал крайний двухминутный срок. Где у нее Эль-Коразон? Боже мой, оно здесь. Я хочу добраться до грудной полости свиньи и вытащить ее сердце. Я всегда хотел это сделать перед смертью. Ладно, приступим. Оно может еще биться. Бог мой, какая мерзость. И успех. Вот оно, Эль-Коразон, сердце. Ацтеки предположительно сделали так 80 тысяч 400 раз за 4 дня. И хотя там было 19 храмов, для этого они должны были круглосуточно работать. Я просто не знаю, возможно ли это. Так что, насчитанная испанцами более 80 тысяч жертв фальшивка, пропаганда для оправдания уничтожения ими ацтеков? Я начинаю думать, что да, жертвоприношение всех этих людей всего за 4 дня кажется невероятным. Но прежде, чем я приду к окончательному выводу, я должен встретиться с одним человеком, моим старым другом и специалистом по ацтекам Россом Хасигом. Он сказал, что встретит меня в музее Темпла-майор. Росс сказал мне, что есть еще пара артефактов, способных подтвердить, что ацтеки совершали массовые человеческие жертвоприношения. Росс, я буду с вами честен. Я видел здесь много камней, но этот совершенный, в отличном состоянии. На нем большие надрезы и много классных изображений. Скажите, что он символизирует? Это расчлененное тело богини Кайоль-Шауки. Росс говорит, что в мифологии ацтеков эта богиня символизировала луну, умерщвленную солнцем. Но важнее всего не то, что изображено на камне, а для чего он использовался. Этот камень лежал у подножья лестниц, ведущих к двойной пирамиде. После жертвоприношений тело жертв скатывали вниз по лестницам, достаточно крутым, чтобы тело докатилось до самого низа и упало рядом с камнем или на него. Камень должен был принимать на себя расчлененное тело, что еще хуже, особенно для военно-пленных. Воины высоко ценились, поэтому во время жертвоприношений их расчленяли, отделяли четыре конечности и отдавали их важным людям, царю, воину, пленившему его и другим. Я объездил всю центральную Мексику, сердце бывшей ацтекской империи. И везде видел свидетельства того, что ацтеки считались одной из самых жестоких цивилизаций в истории. Они возвели множество каменных жертвенных алтарей, одурманивали пленных наркотиками и острыми ножами вырезали сердца своих жертв, сжигая их, как жертвоприношение богам. Все ведет к одному неутешительному заключению. Ацтеки приносили в жертву людей почти в промышленных масштабах. А как насчет 80 400 человек за 4 дня? Боюсь, мы этого никогда точно не узнаем, но мы доказали, что такое было возможно. У ацтеков была сложная система верований, и они видели в человеческих жертвоприношениях единственный способ умилостивить богов и отсрочить уничтожение своего мира, считавшееся имя неизбежным. Их мир все-таки был уничтожен, но испанцами, а не богами. Но после себя они оставили искусство, религию и технологии, пригодившиеся всем нам, но особенно тем, кто живет в Мехико. Мексику основали испанцы, но эта страна пользуется наследием всех тех, кто пришел сюда до них. Наследием из удивительных достижений и крайней кровожадности. Программа дублирована на студии Тутти Рекордс по заказу студии Ю-7.